Первый тайм был действительно такой боевой. Тренер сразу нас предупреждал, что команда боевая будет биться, будет сзади. Они ниже сядут, будут встречать на своей половине поля. Поэтому такой вот сумбурный первый тайм получился. Они играли от обороны, плюс очень жестко встречали наших атакующих игроков. У нас, соответственно, ничего не получалось впереди. В перерыве тренер попросил нас добавить агрессии, активности впереди. Попросил воспользоваться зонами, так как уже играли в равных составах. Попросил больше атаковать через фланги, комбинировать, врываться, быть острее, агрессивнее впереди. Ну, по началу второго тайма это получалось у нас. Я считаю, пока были свежие, пока были силы, переигрывали соперника. Своей активностью заработали на мне вторую красную. Стало еще больше зон. Но я считаю, что в конце мы чуть-чуть потерялись, потому что чуть-чуть, наверное, расслабились из-за нашего преимущества у одного игрока. Нужно было действовать быстрее, агрессивнее в атаку. Скажи, пожалуйста, чувствуется разница между выступом у второй и первой лизии? Какие полиции, это дебютность за первой лизии? Да, конечно. Чуть-чуть. Я не скажу, что уровень сильно отличается. У нас были и во второй лиге очень хорошие боевые матчи. Но здесь чувствуется класс соперника. Все-таки уровень футбола в первой лиге чуть-чуть выше, чем во второй. Нужно принимать быстрее решения, нужно быть намного активнее, намного, знаете, больше фантазии впереди включать. Потому что все соперники обученные, все соперники тактически грамотные. Поэтому есть небольшое отличие именно в скорости принятия решений. А так, боевитость, характер – это все и во второй, и в первой лиге на высоком уровне.